Почему рокеры стали массово разбивать свои гитары? Они им больше не нужны, ведь есть плагины и гитарные тайп-биты на ютубе. А ты сегодня научишься писать гитарный типа поп-панк эмо-корр тайп-бит, для которого нам понадобится темп от 170 ударов в минуту, я 170 поставлю, и какая-то последовательность аккордов, например, C-шарп-минор, А-мажор, Б-мажор и G-шарп-минор. И знание того, что FL-ка записывает всё, что мы играем. А что нам точно не понадобится, так это настоящая гитара, потому что у нас есть VST-шная. Я взял Real LPC, но по факту подойдёт любая библа или гитарные плаги. Сразу включу Bridge Mute, это нужно, чтобы сыграть ритм типа... Если поставить сильную velocity, она играет обычную ноту, но если её убавить, нота становится замьюченной. Для ритма мы будем использовать тонику и квинту, то есть первую и третью ноты аккорда. Ритм будет вот такой, каждый второй звук чуть потише. И тоника не должна располагаться обязательно снизу, можем перенести её наверх. И иногда, например, использовать ещё и терцию. И главный прикол всей гитарной музыки, дублируем гитару. На микшере одну жёстко влево, другую жёстко вправо. И кидаем на них похожие, но не одинаковые присяды гитар Рига. А как я их ищу? В input sort ставлю гитару, в характер ставлю distorted и просто перебираю эффекты. Вот так бы звучало один соло канал. Неплохо. Но вот так звучит стереопара. Совсем другое дело. Только иногда придётся равнять их по громкости между собой. Ещё нам нужен типа риф, который будет играть... Вот какую-то такую мелодию. Только иногда нижнюю нотку можно сдвинуть на нотку аккорда. И ещё эти нижние нотки должны быть значительно тише, чем верхние. Можем их вот так вот убавить и Alt-R нажать, чтобы как-то рандомизировать их, чтобы было типа по-человечнее. И также гитар Риг. И мне очень нравится вот этот пресет, только тут супер грязный дилей, так что мы его просто убавим до 3%. И немножко задерём диск. Ещё я хочу сюда повесить стереоенхансер. И они почти не будут конфликтовать с нашим стереоритмом из-за того, что эта гитара выше на октаву. И все эти партии на самом деле довольно легко придумать. Лично я смотрел видосы на ютубе, где настоящие мясные гитаристы играли на настоящих реальных гитарах. И просто пытался понять логику того, как вот эти поп-панковские рифы строятся. И кстати, кто же такой этот ваш поп-панк? Изначально поп-панк это просто панк-рок, к которому добавили мелодичность поп-музыки типа Битлз и умение играть на гитаре. И было это типа в 1970-х, по пикам поп-панка. Трушные рокеры считают 1994-й. А всё, что было дальше, это уже скорее продажный поп, чем панк. Ну, по мнению рокеров, собирающихся раз в две недели выпить пивка на реп-базе. Под разговоры о своей настолько хорошей музыке, что широкий слушатель её никогда не поймёт. А в реальности было несколько волн поп-панка. Древняя из 70-х, давняя из 90-х, золотая и самая лучшая, потому что мне было 15 лет, из нулевых. Ну и вот эта вот ваша из 2020-х тоже так уж и быть ещё одна волна. Их все объединяло главное общее свойство – точное попадание в эмоции и ощущения современных грустных подростков, у которых точно не такие же переживания, как у грустных подростков из прошлых поколений. Я чувствую себя такой другой. Ну и, конечно же, поп-панк – это бунт против устоев самого панк-рока, который касался глобальных тем типа политики и капитализма. А бунт был в том, что фокус с глобального переходил на более приземлённые и личные переживания близкие слушатели. И каждая следующая волна становилась всё более и более блестящей и мягкой. А то, что мы имеем сейчас – это вообще метапанк, потому что это бунт не просто против умения играть на гитаре, а против вообще самих физических гитар. Просто VST-шный инструмент, VST-шный камбарь и, в лучшем случае, виртуальный слушатель. И ещё, мне кажется забавным, что Green Day обвинили в продажности за то, что они пришли выступить на MTV и подписались на мейджор-лейбл. Но никогда и ни у кого не появятся даже мысли о том, чтобы обвинить в этом Дору или группу Кис-Кис. И эти гитары – это, так сказать, база. А нам нужна интрушная, какая-то такая лёгенькая, соло-перегруженная гитарка. Вот такой пресет гитаррига. А играть она будет что-то типа... И вот эти нотки все продлим, чтобы был вот этот... Перегруз. Только вы могли заметить, что она чуть-чуть конфликтует с остальными. Её нужно убавить, и она всё равно конфликтует с рифом. Поэтому я хочу повесить на неё эффект телефона. На прокьюшке вот так, вот так и так. Угу. Ну и, конечно, мы добавим трэп ударный 808, но чуть попозже. А пока я добавлю живую типа ударную установку. EZ-драмер с библой поп-панк. Можно даже включить поп-панк пресет звучания. И мы могли бы прописать парт ударных самостоятельно, но тут есть готовые грувы, которые так манят. Выбрали грув, перетащили его на наш EZ-драмер в Channel Rack. И тут явно просится такая куплятная гитара, которая типа... Только нужен дист. Идеально. Мы вновь используем тонику и квинту, то есть первую и третью ноту аккорда. По ноткам аккордов. Вот так. И эта гитара будет оставаться примерно по центру, потому что у нас есть стерео ритм и стерео риф. И для куплетной части нам не хватает только одного инструмента. Басухи. И у меня как раз припочтена соответствующая библая для контакта. Тут есть обычная басуха, перегруженная басуха, еще более перегруженная басуха. И их стерео вариации мы возьмем просто перегруженную басуху. И сыграем какой-нибудь простенький ритм, который частично похож на ритм бочки. И просто расставим по ноткам аккордов. Но мы не ответили на главный вопрос. Является ли бесконечный набор поп-панк, эмо-кор, поп-рок, тайп битов с ютуба настоящим поп-панком? Ну, точно никто не скажет. Но если тебе твой друг говорит, что вот ДМЦ это да, а кис-кис точно нет, то в чем-то он прав. А может быть и нет. А последовательность The Offspring и Алена Швец выглядит довольно странно, только без промежуточных звеньев. Но если добавить Green Day, Paramore, Avril Lavigne, Fallout Boy, Panic at the Disco, My Chemical Romance, ну и конечно же группу Ронетки, а уже затем Дору, Кис-Кис и Алена Швец, то все выглядит более или менее логично. Да, это все не только поп-панк, но и кьют-рок, эмо-рок и немножко поп-рок. Но большая часть этого музла вышла именно из поп-панка. Тут можно сказать, что я немножечко притягиваю, но это все только чтобы сказать, что даже биточки с ютуба можно признать поп-панком или мета-поп-панком, если вам так больше нравится, как минимум потому, что у каждого поколения он свой. А вот в плохую или хорошую сторону он отличается, вы сами напишите в комментариях. Ну и пару своих любимых гитарных песен тоже черканите. И последнее в защиту биточков и кьют-эмо-рока. После бума в нулевых всех этих Do You Have A Dime, в кедах с тремя полосками под летним дождем наступили десятые, в которых гитарная музыка и рок испарился. Так что возрождение даже того, что сейчас называется поп-панком, все-таки радует сердечко старого говнаря внутри меня. И партии, которые мы прописали, хватило бы уже на пару трэп-битов, но у ракешника есть особенность интересная. Это разные аккорды в куплете и в припеве. Бывает, что куплет мажорный, а припев минорный. Бывает наоборот, но лично я просто чуть-чуть другие аккорды пропишу для припева и все. Сильно заморачиваться не буду. Начнем также с C-шарп минора, потом C-шарп минор сус 4, потом F-шарп минор, потом G-шарп мажор. Это прогрессия первая ступень, четвертая ступень и пятая ступень, которая становится из минора мажорной. То есть тоника, субдоминанта, доминанта. Это классика на грани баяна. И теперь нам нужно типа жесткая такая миссила, вот такой жесткий чос на гитаре. И у Real LPC есть прикольная особенность, мы можем артикуляциями прописать strum up и strum down, то есть чос вниз, чос вверх и чос замьюченный. Это делается вот тут на нижних нотках. И мы можем хоть так вот сделать. То есть наверху аккорд играет один, а тут у нас D это strum down, C по-моему strum up. И еще есть вот такая фигня. Замьюченные нотки. И для последнего аккорда я хочу прописать чуть другую партию. Вот так. Назову KRSL, потому что у нас будет еще и правый канал. Снова жестко влево, жестко вправо. И поищем подходящие пресеты гитар Рига. И здесь, как и в купляте, нужна замьюченная гитара, но она не должна быть стерео, потому что у нас есть супер стерео чос, и они будут конфликтовать. Так что мы возьмем, например, вот этот RTML, и надо будет прописать автоматизацию, которая поставит его на центр на время припева. Ну и, конечно, поменять ему аккорды. Закинем драм паттерн, который чорус, то есть хорус, то есть припев. И, конечно же, басуху. Просто поменяем ее нотки. Еще тут отлично бы звучала лидирующая верхняя гитара. И вновь гитар Риг. И тут я точно знаю, какой я хочу пресет. Это что-то из Blink 182 или Blink 182. Ничего сложного она играть не будет, что-то типа... И появится она во второй половине припева. Мы пропишем ей абсолютно те же самые артикуляции для последней нотки, что и на нашем чосе. Припев готов. Теперь трэп-часть. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу FL Studio 20 от Адая, который подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Если у вас такая же гора партий и они отличаются в куплете и в припеве, то паттерн-куплет вы можете, например, назвать K и дать ему вот такой medium purple цвет, а паттерн с припевом назвать P и дать ему цвет орхидеи. И когда вы сделаете Split by Channel, то цвета почему-то не применятся, но в названии каждого паттерна будет стоять буква K как куплетный паттерн и P как припевный паттерн. Трэп-часть начнется у нас вот с этого звука. Отключим ему все FX-ы. Кроме гитар-рига, в гитар-риге заходим в компонент, выбираем Reverb и вот этот самый реплика-шиммер кладем в самый конец этого прекрасного списка. Включаем. После ресэмпла шиммер отключаем и возвращаем в CFX. После такого жирного припева контраст получается офигенный. Идем в новый паттерн для ориентира, ставим партию басухи. Для первого баса возьмем The Spins, типичнейший клэп, для жирности добавим snare и замудренную партию хай-хета. Если вам кажется, что это пустовато, можем добавить куплетную гитару. Но чтобы опять же звучало поконтрастнее, можем накинуть на нее небольшой срез вверх и дете фильтром. Я хочу сделать два трэп-парта, второй, чтобы был посложнее. Короткий баса и Spins меняем на вот этот. Подлиннее. Можно добавить еще кик. Добавим еще ритм-снэр. Еще open-head. И пару пробежечек на закрытом хай-те. Там, где нет open-head. И в следующей части вот этот гитар low я не буду использовать. А поставлю сюда вот этот rtm. Прикольно, но, наверное, стоит попробовать срезать ему низ так же, как вот в верс-гитаре. Дете фильтр перетаскиваем на rtml. Ставим его после гитар-рига. Еще, чтобы этот кусок сделать еще более атмосферным, мы можем, например, взять аккорды из FL Keys, закинуть сюда какую-нибудь супер атмосферную фортепиану. Например, вот эту. Сделать какой-нибудь обращенец, вот такое. И alt-s. И я закину портал с одним из двух моих любимых пресетов. Вот этот down the tube. И второй мой любимый пресет с портала. Вот как-то так. И давайте это alt-y, то есть развернем и за-ре-сэмплин. Enable insert effect обязательно оставляем включенным. Реверсим еще разок. Потом бриджик, в котором у нас будет мейкьюничный трэповый парт, в котором мы уберем, давайте, кик и open head и сделаем простой закрытый хэд. Потом снова припев. И потом я хочу сделать после припева припевный трэп-парт. Делаем его уникальным, потому что нам нужно подстроить нотки баса. Ну и осталось только сведение. Сведение все довольно просто. На сумме гитар в миде я немножко середины подрезал. На сумме припевных стереогитар еще больше вырезал мидо в середине и чуть-чуть прибрал вверх. После этого J37 с пресетом Майка Брауэра White Guitars. На живых барабанах чуть-чуть стерео шейпера. И J37 вот с этим пресетом. И SSL компрессор, на котором я вообще просто ничего не трогаю. На трэповых ударных J37 с тем же пресетом. И сенс с ревербом. А перед тем, как мы перейдем к мастеру, хочу сделать интруху, потому что вот это звучит неплохо, но скучновато. На сумму гитар кидаем детефильтр вот с каким-то таким драйвом. Вот как-то так. После этого реверберацию. А после этого один стерео контрол и все очень сильно сузим. Create Automation Clip для их драйва это. Отключатся они где-нибудь вот здесь. Все их линкаем на один клип. Типа больше полусекунды. А старт тайм супер-супер-супер короткий. Жмем на мультилинк контроллер. Жмем на стоп. Правой кнопкой на мультилинк снова Create Automation Clip. Нам нужно, чтобы она играла досюда. А вот здесь произошел этот самый стоп. А снова плей начнется вот так. Во вступлении у нас дальше идут трэповые ударные. И из грувов я взял какой-то переходик такой. И перед самым припевом можно сделать такой же прикол с тейп-стопом. И из-за того, что тейп-стоп только на канале с гитарными, вот на этот Drum Fill он никак не влияет и получается прикольный заход на припев. На мастер я поставил суз, чтобы в районе нижней середины он мне там что-то прибирал. Потом немножко магии творит Близ. Потом вот эта собирающая фигня от Waves на 3% всего ее покрутил. Ну и потом Pro L2, который мы сейчас все это разгоним. Ну и вот такой получился биток. Обязательно ставьте видосу лайк, если узнали что-то новое или понравился бит или видео. Но я вспоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу вовсе Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. Узнать подробнее можно у меня. Ссылочка на меня есть в описании. Напишите мне прямо сейчас. И также прямо сейчас вы можете подписаться на мой канал, особенно если этот видос понравился. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гартфрот. Пока. Буду ждать вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok